Письмо Боткину Тургенев, Лесков, Леонид Андреев, Бунин, Фетт, Тютчин, Писарин, Опухтин И продолжать еще можно, вот ведь созвездие Все они дети Орловщины Этой вот Небросской земли К этому могучему списку Илев Николаевич Толстой примыкает Как Чернская округа, где было родовое имение Толстых Примыкает к Мценской округе, где Спасская Лутовинова Такая вот плотность литературного населения в этих местах Загадка? Ну, знаете, может быть, все-таки история этих мест Вот, когда-то край русской земли Ведь, вот даже в названиях Даже вот в названиях, за ртом река Крома, поселок Кромы А дальше уже река Нерусса, Нерусская земля Вот здесь, ну, там, где Бежен Лух По соседству это все деревни Однодворцев Сюда садили на землю служилых людей И давали им землю Но они должны были не только пахать землю Не только устраивать эту землю Но брать оружие, идти на врага, если он нападет И вот отсюда, наверное, это чувство границы Пограничья Сознание того, что Ну, ты не просто Там, Мценский, Орловский, Кромской А за твоей спиной Москва, Россия И вот это воспитывало дух народа этих мест Это слышалось и в их песнях В обычаях, в обрядах, в творчестве народном И все это жило долгие века Ну, отоблинулась граница Ушло все очень далеко А этот дух оставался И ведь надо вспомнить, что Наши писатели Ведь они росли Вот в этом окружении народа Они с детства впитывали в себя все это И вот, знаете, когда Пришло время для нашей литературы Да, когда русская литература Должна была обнаружить себя Как мировое явление Может быть, логичным было Рождение ее корифеев здесь Дух пограничья Особое ощущение людей Живших когда-то на рубеже Твердая уверенность Вся держава за тобой В литературе близок такой подход Масштабы писательской заботы Как известно Народ и Родина А вот Бунин Коснувшись орловской загадки О языке говорил Вот его слова Народ тут состоял Из поселенцев Различных русских областей Где благодаря этому Образовался богатейший русский язык И откуда вышли Чуть ли не все Величайшие русские писатели Вышли величайшие русские писатели Лесков один из них Тут он в окружении своих героев Он жил в народе Он искал образы праведников народных Взять его, допустим, известный роман Соборянин Вот Который я уже давно прочитал первый раз А сейчас в его служении моем в Болхове Я перечитываю его особенно Глубоко Там речь идет о старом городе Вот И о жизни священников этого города Священства Что для меня, собственно, близко Потому что и Болхов наш Это провинциальный город Да Провинциальный город, так сказать Вот где Вот такая же жизнь Она присутствует Может быть не в том уже Как бы, так сказать, размере Но Тем не менее она есть А почему же, думаете Эта провинция дала столько больших писателей Ну, вы знаете, есть В народе В народе, наверное, русском в целом Черта Свойственная ему Это Такое стремление к правде жизни Вот И Такое чуткое переживание жизни Совестливое переживание Вот Ну, и такая вот Как бы Ответственность Ответственность За свою душу Она Исключала Всякую неправду Ложь Вот Всякое преступление Вот Даже помысел Считается уже Понимаете, преступлением Духовным Помысел И вот Здесь В людях, наверное, есть Вот это тоже Обостренность Такое некоторое восприятие И тут Возревают Некое Некие плоды Духовные плоды Вот И возрастает это дерево Древо культурное Духовное древо Его нельзя разделять на части Говорить, что вот Музыкант делает одно А писатель делает другое А Богослов, например Творит третье Нет Тут все, видимо В какой-то одной ткани Одной ткани Душевной Духовной Исторической Вот И кто пытается Разделить эти явления Духовного Культурного Так сказать И какого-то Даже может быть Социального Идеологического Порядка Те, наверное, делают ошибки Потому что Здесь есть живое Единство Живое Единство Почему именно здесь Такие вот Были феномены Яркие феномены Творчества Писателей Там Орловщины Вот здесь Тульской области Калужская часть Области Я думаю Что здесь В этих местах Проходила Какая-то Очень большая Такая Духовная Духовная Жизнь Река Большая Духовная Проходила Некая река Духовная Для меня Духовная Река Духовная Река Это прежде всего Вот эти вот Дерзновения Человеческого Духа Вот Духовная Река Которые Наполняют Наполняют Смыслом Все прочие Наши Движения Вот Все прочие Поиски Они Продают Им Какую-то Глубину Какую-то Живительность Может быть Вот Какой ответ Можно дать Ведь Душой Русской Литературы Как известно Всегда Было Сострадание А В этих Когда-то Бедных Местах Было Кому Сострадать Эти Бедные Селения Это Сходная Природа Край Родной Долготерпения Край Русского Народа Утючего Может быть Вот В чем Причина А может Быть Я Не Знаю Ну Что Коли Сами Не Знаем Может Иностранцев Спросить Дать Вам Русской Литературе Особенно Это Трудно Для Меня Судить Вот Богданов Бывший Директор Этих Мест Всегда Цитирует Кто Хочет Понимать Писателя Должен Побыть На Земле Его Лучше Тогда Можно Понимать И Если Живешь За Рубежом Красоту Своей Литературы Конечно Я Люблю Русскую Советскую Литературу Но На Фоне Мои Чувства Области Немецкой Своей Родной Литературы Стали Более Ясными Хорошими Глубокими Ну Знаете Я В этом Парке Тоже Не Первый Раз И Если Знаешь Произведение Тургенева Это Дает Даже Если Посещаешь Этот Сад В группе Дает Чувство Как Может Возникать Такое Произведение Как Могут Возникать Такие Расмышления Которые В основе Произведение Тургенева Я Почувствовал Есть Какое То Влияние И на Душу Немецкого Преподавателя От Таких Нест Вот Видите Орловская Загадка Помогла Что-то И в Немецкой Литературе Понятно Но При этом Осталась Загадка Некоторым Тут Виделось Что-то Можно Сказать Генетическое Да Да Вот Однажды Иван Петрович Борисов Он Будет Еще В нашем Повествовании Писал Доброму Своему Приятелю Тургеневу Об Одном Разговоре Который Случился У Фета Вот Кабинет Фетовский Итак Нынешним Летом Пишет Борисов Познакомился Я С одним Молодым Механиком Скромный Тихий И малограмотный Но с жаром И открывается Что он Поэт Представил Его Фету Было Чтение И строгий Разбор Кончившийся Хохотом Там Где Поэт Плачет Но Все-таки Фет Нашел Искром Разгорится Ли Неизвестно Но Родился Та он На Зуше Где Только И рождаться Русским Поэтом Продолжение следует... Фет Был дружен С братом Толстого Николаем Николаевичем Толстым Кавказским Офицером Способным Литератором Он Жил Вот здесь В Никольском Вяземском Продавая Усадьба Толстых Досталась Ему Фет Дружил С ним Бывал Нередко На охоте В окрестностях Никольского Фет Писал Помню Он Зазвал Меня В лес Послушать Кончик Я Никогда Не мог Понять Каким Образом Можно С удовольствием Слушать Собачий Лай Но В обществе Николая Николаевича Готов Был Слушать Что Угодно Даже Скрипац Их Воров Вот Сказал Я Толстому Вы Должны Быть Постоянно Вес Изо Всех Кавказцев Вы Самой Наделенной Судьбой Человек У Заурядных Счастливцев Только Оружие Под Чернью А у Вас Целое Имение Под Чернью Все они Жили тут По Соседству Братья Толстые Чет Писал Я Убежден Что Основной Тип Всех Братьев Толстых Тождествен Как Тождествен Тип Кленовых Листьев Невзирая На Все Разнообразие Чертах И Если Бы Задался Развить Эту Мысль То Сказал Бы В Какой Степени Всем Братьям Присуще То Страстное Увлечение Без Которого В Одном Из них Не мог Бы Проявиться Поэт Лев Толстой Как Кленовые Листья Так Что Же Тогда Величие Поэта Может Быть Это Когда Максимальной Мерой Одному Дано То Что Обычной Мерой Дано Всем И Может Быть Тождественность Типа Присуща Всем Обитателям Орловско-Тульской Округи Именно Поэтому Направила Она На службу Русской Словесности Столько Своих Подданных Орловско-Тульской От него Отказались Как от человека Ни на какую работу Негодного Ледащего Как говорится У нас В Орле Пруд Пруд Заросший Густым Тростником По Орловскому Майеру Камыши Раздвигаясь Шуршали Как говорится У нас Из письма К Сакову Любезнейший Сергей Тимофеевич Мне хочется Подвергать Мои произведения Вашему суду А что касается До провинциальных Выражений То я сам их Незаметно Употребляю В разговоре Я никогда Не занимался Языком Русским Теоретически И плохо Знаю его Историю Но у меня Есть на его счет Некоторые Миссии Одна из них С годами Отлилась В знаменитые В одни сомнения В одни тягостных Раздумий О судьбах Моей родины Ты один Мне поддержка И опора О великий Могучий Правдивый И свободный Так о русском языке Тургенев сказал А мог бы Тютчев Сказать В одни сомнения Или Лесков В одни тягостных Раздумий Или Толстой В последнем случае Так оно собственно И было Возьмем дневник Толстого Вот 79-й год Трудное для писателя Время Резкий Резкий Сдвиг Позиций Кризис Пересмотр Такие записи Ни события Ни встречи Ни раздумья О загадках Бытия А что Поговор Слова Удивившие И точностью Обороты Ты один Мне Поддержка И опора Кто-то из друзей Толстого Писал Что как раз В это время Он стал Удивительно Чувствовать Красоту Народного Языка И каждый День Делает Открытие Новых Слов И оборотов Разговаривая С посетителями Просителями Прохожими Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Так появились записи 79-го года Так родился этот своеобразный мини-даль Тут так, что и на ярмарке Народ заворошился Заваруха Заваруха Народ заворошился За горбом Поля Ну, за холмом Изба Запустовала Запустовала Из себя Особест Из себя Особест Человек Нравный Нравный Верно Весьма Весьма Нравный Шатость Шатость Стала в народе Или на ту же тему Семь глаголов А пился Спился Допился И спился Запил Подпил Перепил Перепил За сердце Щипа Вылезла Затепло Успею кончить Кончить работу За теплые дни У часов Бой С перечасьем У часов Бой С перечасьем Одна Свеча Другие Зажжет А сама В своем Свете Не умалится Дощупался Правды Это пожалуй О себе Как и о каждом Кто ищет правду И говорит ее Из записок Охотника Места там Привольные Взойдешь Ты на холм Взойдешь И господи Боже мой Что это А? Далече видно Далече Вот удивление Вот удовольствие Человеку Вот раздолье Вот божья Благодать И вот Из письма Аксакову Тут есть Внутренняя связь Всякая система В хорошем И дурном Смысле Этого слова Не русская вещь Все резкое Определенное Разграниченное Нам не идет Оттого мы С одной стороны Не педанты Хотя зато С другой стороны Красноречивое Отточие Не дружит у нас Размах с порядком В русской деревне Я с одним Не могу Примириться Это с Рытвиной Отчего Во всей Западной Европе Нет Рытвин Так говорил Однажды Старик Тургенев Почти Старику Толстому Задолго До того Еще молодыми Они сфотографировались В группе писателей Современника И где-то В это же время Тургенев Написал Мне кажется Главный недостаток Наших писателей И преимущественно Мой Состоит в том Что мы мало Соприкасаемся С действительной жизнью То есть С живыми людьми Мы отвлечен на мысли Мы не специалисты Мы пишем В туманную даль Не для кого Как строго И будто сегодня Написано Нет Скорее вчера По логике Далее должен звучать призыв Быть ближе к жизни Но Оборота такого не было Как и выражение Охрана природы Хотя судьба Орловских лесов Многих уже беспокоила Но ничего Утешал Тургенев Ничего Лес вырастет И уже не кое-где И не кое-как А по указаниям науки Другая беда страшнее Трезвости у нас нет Такой пьяный уголок Слово трезвости В рукописи подчеркнуто Это к певцам Иллюстрации Действие происходит В кабаке В соседстве Моего имения Писал Тургенев Другому адресату Где больших сел Нету В радиусе Семи верст Одиннадцать кабаков Самый близкий К Спасскому Удалось В свое время Закрыть Как? По просьбе Самых разумных И волевых мужиков Иван Сергеевич Дал денег На постройку Часовни По правилам Давних тех времен Кабак Кажется Не мог стоять В соседстве С церковным строением Ну, я думаю Что это должно было Существовать Такое правило Потому что Все-таки Народ-то был Православный В основном И такого Нельзя было себе позволить Скажем Сочетание Соединений Вот здесь В храме Или в часовне Они, понимаете Возвышаются Мысли своими И тут же Где-то Представить Рядом Вот это вот Место разврат Такого вот Пьянства Падения Конечно Я думаю Что Не должны были допускать Но Строгого правила Какого-то Я не знаю Оно Наверное И было Но я думаю Что оно скорее Было просто Как бы Так сказать Вот В самом Понимании Ощущении Вот этих вот Реальностей Духовной И в общем Бездуховной Конечно Такой вот Да С той стороны Жизни Вот такое Развратное Пьянство Да Словом Так Поставили Часовню Почти у Кабацкой Стены И хозяину Пришлось Убрать Своё Доходные Заведения Нынешние Мне Мне Очень жаль Что болезнь Помешала мне В нынешнем году Побывать В Спасках Засим кланяюсь вам Спасские крестьяне Бывший ваш помещик Иван Тургенев Это братья Тургеневы Иван и Николай Детьми Случайная тут Географическая карта Стала для Ивана Почти знаком судьбы Матушка Варвара Петровна Напишет Позже Метушка 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 Но что делать В жизни каждого Есть непременно Струи Которые Носят нас По миру Прозрачен намек Метушка Уже после смерти Тургенева Фетт сказал Прямо и категорично Судить его частную жизнь Не нам с вами Поэт был прав И речь у нас лишь о том Что было следствием Личных тургеневских обстоятельств Ведь писал же он Фету И слова эти Во всех собраниях Тургенева Прежде всего Я приветствую вас С возвращением Ваше мирное Сельское убежище Единственное Приличное убежище Для человека В нашем роде Если бы я не был Так искренне К вам привязан Я бы до остервенения Позавидовал вам Я Который Принужден Жить В гнусном Париже И как рука Да вывела Такое И каждый день Просыпаться С отчаянной Тоской В душе Но что Об этом Говорить Музыка Это вот эта тоска по идеалу. В Полине Виардо он открыл как раз тот творческий идеал, идеалы творчества и женственности, красоты и музыки, дверь музыку была открыта. Вот этот мир волшебный, а Тургенев один из самых музыкальных прозаиков в мире. И подъемы во многом, конечно, связаны с Полиной Виардо. Полина Виардо это был экзотический цветок кактуса, чужестранка. Он ее во многом, может быть, где-то и не понимал. И стремился понять, стремился постичь. Так отчего же так безумно душа спешит к ее ногам, как волны моря мчатся шумно к недостижимым берегам? Был охотник, и знаете, это скрадывать дичь, ее поймать. И вдруг увидеть, что она улетела далеко. Это было постоянно вот это вот... Тургенев фету. В январской книжке русского вестника будет моя штука, повесть несчастная. Госпожа Виардо ее не одобрила, и поэтому в моих глазах суд над нею уже произнесен. С одной стороны, он был бы мертв, как творческая личность без России. С другой стороны, он не мог жить, он задыхался, как он сам говорил, без женщины, которая воплощала для него в себе красоту. Скажем, идея красоты. Это много, наверное. И вот в одном сердце-то надо было соединить два взаимоисключающие начала. И поэтому раздиралось и, так сказать, кровоточило его сердце, разрывалось от того, что надо было быть и там, и там одновременно. И это было трудно быть и там, и там. И надо было постоянно, каждый день, быть и в России, и с Россией. И вместе с тем, так сказать, вникать в проблемы любимой женщины, ее семьи, служить ей. Потому что это был Дон Кихот в подлинном смысле слова. Ну, вот такой пример. Конечно, можно очень пожалеть человека. Конечно, это была закрытая трагедия сердца Тургенева. И, конечно, мало кто ее оценивает. И глумились над ним, как он говорил, попирали свиными копытами. Потому что, в конце концов, помните финал Дон Кихота, как Тургенев на нем настаивает? В конце концов попирают Дон Кихота свиными копытами. И это было, потому что никогда не понимали этих вещей. Но Тургенев-то всегда тянуло выдраться, вырваться из ситуации, встать над самим собой. Это, наверное, вообще признак всякого великого писателя. Встать над своей судьбой. Вот я и говорю, почему трагедия? Он достоин трагедии. Потому что он встал над этой судьбой. Когда умирал он в бреду, он увидел Полину Виардо и сказал, вот мисс Салина. То есть, какое страшное слово, какое обвинение. Значит, когда-то он кидал ей обвинение в том, что его жизнь так сложилась. Что не сошлось у него, так сказать, семья, дом, очах и любимая и возлюбленная женщина. А когда последний момент его наступил, вот царица из царицы. Она всех одарила своей добротой. Видите, тоже опять-таки два взгляда на нее. Вот так я смотрю на эти вещи. КОНЕЦ Тургенев Брюловый. Любезнейшая Софья Константиновна, скажу вам, что у меня готов сюжет и план романа. Но из 12 лиц, составляющих мой персонал, два лица, недовольно изучены на месте, невзяты живьем. А сочинять в известном смысле я не хочу. Следовательно, нужно набраться материалу в России. Но достаточно ли будут эти наезды? АВДЕЕВ А теперь скажу два слова и о самом себе. Никакого нет сомнения, что русский писатель, поселившийся в Бадене, тем самым осуждает свое писательство на скорый конец. Я на этот счет не обманываюсь. ТОЛСТОМ За границей живя перестало писаться. Брату Николаю Сергеевичу Что же касается доприсланного тобою вырезка с критической статьей о моем романе, то должно сознаться, действительно нельзя писать о России, не живя в ней. СТОСЮЛЕВИЧ Во мне самом проснулся голос и не умолкает. Нет, нельзя пытаться вытащить самую суть России наружу, живя почти постоянно вдали от нее. А что вы думаете, вот эта его ссора с Достоевским, когда он кричал, что я немцам сделался здесь и на Россию смотрю в подзорную трубу. Конечно, это, с одной стороны, возмущение человека, писателем, который его не понимает, современникам, его антиподом. А с другой стороны, это вырвалось таким страшным образом с его тревогой о том, что он действительно давно живет вне Родины, что он оторвался и сможет ли он еще писать. А ведь, понимаете, для него писательство было именно то самое самовыражение, без которого человек мертв. То есть это было смерти подобно. А писать он без, так сказать, живых впечатлений русских не мог. Вот отцы и дети, пожалуйста. Приезжает в Орел впервые на выборе в дворянском собрании. Его там видят красным, пугает он всех своим красным видом. И вот понагляделся это бало в дворянском собрании, в губернском этих выборах. И, пожалуйста, сцены из отцов и детей появляются. То есть это всегда настолько живо связано с почвой, настолько живо связано с живыми людьми. Вот Иван Васильевич Павлов, вы были в Оптушке, да, в Оптухе. Вот там было это имение маленькое. Рядом, правда, именица была Тургенева, мы вот об этом не знали. И вот так он себе вообразил. Живет вот такой вот мелкопоместный Базаров. А вы знаете, что от шуток Иван Васильевича поежился Герцин. Это был уж нигилист другого разряда, другого ранга. И вот вам появляется Базаров. И что такое Базаров? Вот появился тип, торчит за спиной, сажусь за стол, торчит, гуляю по парку, торчит. И вот вплоть до того, что вел ведь дневник от имени Базарова. А толчок, так сказать, для первичного творчества, для того, чтобы Базаров заторчал у него, так сказать, за спиной, надо было встретить живого человека. Вот такой мальчишка, как Добролюбов, который говорил, Иван Сергеевич, мне с вами неинтересно разговаривать. И давайте-ка перестанем разговаривать. Ведь он и язвил Тургенева, и вместе с тем заставлял будоражить, ворошить себя, что я такой. А будоражили и ворошили-то, это не чужие люди там где-нибудь с куртуазностями, так сказать, французскими или немецкими, там Пич или, я не знаю, госпожа Дагон-Кур, а свои же, с Фетом, кричали и спорили и выли, с придыханием, так сказать, с ревом, вплоть до того, что думали, что они убьют друг друга. Или с Толстым, до дуэли. А вот вам, пожалуйста, дуэль Павла Петровича Кирсанова и Базарова. Вот она, так сказать, к счастью не состоявшаяся дуэль Тургенева и Толстого. И так далее, и так далее, и так далее. Письмо из Веймара Управляющему Спасским Кишинскому Прошу вас о следующем. Представьте себе рисунок крыши. Брусья, из которых она состоит, называются стропилой. Но отдельные треугольники А, Б, В, Г должны иметь также особое название. Не вяз ли? Не говорят же плотники первый, второй треугольник и так далее. Напишите мне немедлий ответ. Мне это нужно. И как называется брус, соединяющий верхи треугольников? Перекладины или как-нибудь иначе? Тургенев. Тургенев постоянно просил, требовал, умолял. Пишите мне, пишите. Вот Анинкову. Ай да умница, Павел Васильевич, какие большие письма пишет. Или Островскому. Пишите комедии, драмы, повести и хоть одно письмо ко мне. Вот и Иван Петрович Борисов, наконец-то. Один из самых дорогих ему корреспондентов. Фед говорил, на жизненном горизонте Тургенева он был одним из крупных созвездий. Видите, не звездой даже, созвездием. Он был, как и Тургенев, Мценский. Жил в новоселках, от Спасского всего в пятнадцати верстах. Вон они, за хлебным полем и за ветлами, в пространстве удалены, как и во времени. Борисов с Паской она изжал, и Тургенева принимал у себя не единожды. Он был женат на сестре Фиета Надежде. Афанасьевым. Был у Борисова сын Петя, которому Тургенев не раз в письмах передавал сердечные приветы. И вот сам Борисов. Какую роль играл он, скромный Мценский дворянин, в жизни одного из величайших писателей? В чем заслуга его и роль? В том, что он писал Тургеневу пространные письма, которые дышали воздухом орловщины. Казалось бы, не так много, но... Любезнейший Иван Петрович, это Тургенево письмо. Вы не поверите, как я люблю получать от вас письма. Они составляют почти единственную мою связь с некоторую сутью русской жизни, которая с каждым днем слабеет и теряется для меня. Нет, такое не говорится из простой любезности. Или вот, ваши большие, милые и умные письма, от них так и веет нашим родным орлом и Мценском. Они соединяют меня с Родиной. Из писем Борисова Хочу, чтобы ни болезни, ни печали не помешали бы вам в мае быть в Спасском и послушать Соловьев в Новоселках и Фета в Степановке. Все, слава Богу, по Домченскому, все по-старому. Даже ухабы, колыхавшие нас в прошлом году, опять воскресли. Едва ли не всякий день, вспоминая об вас, намеревался засесть и строчить вам бесконечные послания о множестве малейших событий в наших краях, добрейший Иван Сергеевич. Зимой вы были только в Петербурге и не считайте, что были в России. Вам надо до орла. Подумайте, что скоро лишитесь и тех постоянных впечатлений, какие в прежние времена испытывали на этом пути. Прощай, станционные смотрители, прощай, Дарвалдая, и тощие коровы, и шоссейные заставы ведут шугунку по всей линии до орла. Первая станция будет около Обтухи. Что же вам хорошенького сказать? Фету досталось от Петра Афанасича прелестное местечко по реке Тим. А налимы там такие водятся, что стоит с ними познакомиться покороче. Все, слава Богу, по-дамченскому. Все здесь так хорошо, тихо и спокойно, и на душе тепло, и дышать легко. А умирать-то никому не хочется, особенно, кому дают хорошее жалование. Как подумают, что вот если бы вы хоть на один вечерок перенеслись к нам, когда после дневных забот приходит пора отпускать день в вечность, и тут-то делается обозрение всего прошлого и настоящего, и будущего. Жаль-жаль, что вы так далеко. Вчерашний день повеяло таким югом и таким теплом, что ни одна ворона, ни один баран не остались равнодушными. Все было всполошились и зашумели, но в ночь похолодало и все опять попритихло. «Если удастся побывать в Спасском, то опишу вам все об вашем тихом родном гнездышке. Обегу и сад, пройду и к пруду. Как можно все это покидать? Теперь уж, наверное, я вас присытил надолго». Борисова подкосила коварная чахотка и отписал «Приехав в Москву на самое короткое время я застал бедного Борисова в гостинице Дрезден в самом плачевном состоянии. Впрочем, как все чахоточные, он не падал духом и был уверен, что весенний деревенский воздух его поправит. Все старались поддержать в нем эти мысли». Когда жена моя в конце апреля вернулась в Степановку, то рассказала, с какими усилиями ей довелось довезти Ивана Петровича, и что она в Амценске на платформе сдала его выехавшим к нему навстречу людям. Борисову адресованы знаменитые тургеневские слова. «Кто мне растолкует то отрадное чувство, которое всякий раз овладевает мною, когда я с высоты висельной горы открываю Мценск. В этом зрелище нет ничего особенно пленительного, а мне весело. Это и есть чувство Родины». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова